Привет, друзья! Я рад приветствовать вас на канале Капитан Герман. И сегодня у нас... И сегодня у нас выпуск, посвященный красоте, макияжу и прочим радостям яхтенной жизни. Так как на лодке я хожу достаточно давно, она приобретает вид, скажем, пользованный. Я хочу из нее сделать такую лолипоп-конфету, которая такая вот сосательная, знаете, такая блестящая, классная. Вот. И сегодня у нас с вами пойдет речь о том, как полировать пластик, как полировать гилькот, как сделать так, чтобы лодка была суперкрасивой. Вот теперь нам лодку моют. Абсолютно. Тренировый. Улимпийский. Тренировый. Тренировый. Давайте разберемся сначала в технологии Технология достаточно сложная Первое, нам нужно помыть лодку и сделать ее идеальной Избавиться от всех пятен, коррозий, кальцинаций, налетов и прочего Поэтому, что мы делаем первое Берем банку кислоты и начинаем мыть борта и мыть ржавчину Как работает кислота я уже когда-то показывал в прошлых видео Но все очень просто Есть ржавый налет, мы ее мажем кисточкой или просто спреем или чем угодно И вся рыжая ржавчина просто уходит out Полностью растворяется и пропадает Шаг У нас гидрохлорик асид, можно брать ортофосфорную кислоту Гидрохлорик это по-моему этот Соляная, нет серная Короче, гидрохлорик, я знаю только английские названия Честно говоря, по-русски так не очень в этом ориентируюсь Короче, это 30% кислота Покупается в любом яхтенном магазине за дорого, за 50 долларов, наверное, за вот такую вот банку А можно пойти в магазин, в котором чистят бассейны и купить за 3, за 5 Или в любом строительном тоже там за пару долларов можно купить вот такую банку Ничего это серьезного, выдающегося нет Кислота 30% наливаем ее в ведро с водой Делаем где-то 10% раствор, но делаем это в перчатках и естественно в очках Еще момент забыл добавить, что когда вливается, разбавляется кислота, то мы кислоту вливаем в воду, а не в воду в кислоту То есть это еще с учебников по химии со школьных времен, но просто обратите на это внимание Вводим просто любые рыжие пятна, которые на лодке присутствуют И если этих пятен нет, тогда мы просто берем и просто мажем Просто мажем Это уберет полностью все любые кальцинации с лодки Шаг номер 2 Это шампунь для мытья палуб Мы берем и наливаем и делаем такую красоту Дело это очень концентрированный У меня собственно это и есть концентрат шампуня Поэтому его много не нужно Мы его просто чуть-чуть берем И начинаем мыть палубу уже непосредственно с шампунем Видите как он пенится Это просто убирает всю грязь Мыть можно жесткой щеткой Это мы просто моем лодку И так далее Нам нужна наждачная бумага Наждачная бумага там 500ка, 1000, 1500ка Какая-то мелкая-мелкая Как она работает? То есть этой наждачкой мы будем убирать сейчас с палубы Абсолютно любую грязь, которая уже там въелась Царапины какие-то жесткие, там какая-то фигня Иногда бывает такое, что нужно убрать какую-то там точку Или в принципе убрать уже то, что въелось в гельку Вот эта вот часть смотрите Вот видите Но здесь остались микроцарапины А чтобы эти царапины ушли Для этого идет следующий шаг Мы берем полировочную машинку И берем фасткат Короче, западло в том, что кому-то я дал свою полировочную машинку У меня была такая классная полировочная машина С скоростями большого диаметра У нее вот этот мягкий диск Но я не могу вспомнить, где она Может она, кстати, и в лодке Просто я ее где-то заныкал и не могу найти Но можно пользоваться болгаркой Видите, здесь у болгарки есть регулировка оборотов И, соответственно, ею мы будем пользоваться Ею мы будем наносить всю химию И, собственно, ею будем производить все полировки У нас есть целый набор различной химии полировочной То есть, такого плана То есть, вот эта баночка Ну, это номер 3 Да, но я вам сейчас покажу На экране будут возникать картинки Я вам буду рассказывать, что это такое И для чего Короче, первый вариант Фасткат Фасткат убирает абсолютно все царапины Которые остались после наждачной бумаги Потом идет следующий по абразивности Номер 2 Потому что фасткат, считайте, номер 1 Номер 2 Это абразив, который становится еще меньше А далее мы берем номер 3 Вот вы видите, тут на картинке Такие большие мягкие штуки для нанесения Я вам сейчас покажу, как они выглядят И мы просто машинкой полируем Полируем, полируем Номер 3 Это является завершающей Если все хорошо получилось с лодкой Можно смешать номер 2, номер 3 Или пользоваться, допустим, только номер 3 Или только номер 2 Но если вы хотите вывести поверхность до идеального То нужно использовать по технологии Фасткат номер 2, номер 3 И потом уже наносить вакс Так, после того, как вы провели все эти манипуляции Номер 2, номер 3 Фасткат Нужно помыть лодку и сделать привакс Вот вы видите, такая штука у меня есть Это клинер и вакс То есть здесь есть и, собственно, шампунь И уже, собственно, небольшое количество вакса разведено Для того, чтобы, когда мы смываем все вот эти абразивные жидкости То у нас есть уже слой, который такой уже подготовка под, собственно, вакс Как это будет по-русски? Ну, под полировку, я не знаю, под глянец Как вакс по-русски? Вспомнил, вакс это воск Вот, вот этот жидкий воск Это то, что дает уже такой красивый-красивый И глянцевый Глянцевые поверхности Глянцевые поверхности дает на лодке А вот, собственно, Liquid Wax То есть это тот финальный слой, который уже задает блеск для всей лодки И это тот момент, та жидкость, которая уже наводит вот эту вот красоту И делает из лодки конфету Max это уже то, что нужно долго-долго и тщательно полировать Убирая салфетками, проводите, убираете, проводите, убираете И делается полностью полировка борта Еще есть момент Все это нужно делать обязательно с респиратором Обязательно с очками Потому что, когда все эти абразивные штуки Они высыхают, они начинают лететь такой мелкодисперсной пылью И вы этим дышите И можно очень здорово отравиться и навредить себе здоровью Там всю слизистую себе повредить Потому что это все-таки абразивная штука Поэтому не забывайте, пожалуйста, очки и респиратор Потому что оно еще и воняет, к тому же Особенно, когда нагревается Давайте рассмотрим, чем мы наносим, какой компаунд Итак, есть Такие вот тремовские подушки Вот видите Здесь написано Что это все, ну, типа для полишинга То есть мы сюда берем То есть мы сюда берем, надавливаем из бутылки Там, допустим, фасткат И его наносим на поверхность И потом начинаем этой штукой Вращая ее втирать, 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 втирать Как только она высыхает, начинает мазаться Следующий шаг Добавляем и ее дать Ну, а полировка происходит вот такими вот подушечками Они такие пушистенькие, мягенькие Сюда наливается вакс И начинается полировка Это для моих Вообще вот эти вот большие Это для моей большой машинки Ну, которую я вам говорил Где-то она пропала Вот видите, просто резьба Эта штука накручивается в одну сторону А вращается в другую И вот, собственно, так все и происходит Удобно, когда поверхность большая Вот такая большая подушка И она может полировать большую площадь сразу То есть вам не нужно вот это мелочиться А сразу большую площадь вы можете полировать А вот эта подушечка Это уже, если у вас такая вот ущербная ситуация Как у меня, вместо полировочной машинки У вас болгарка То вы просто вот так вот ее одеваете на диск На болгарку Завязываете И начинаете полировать Вот, собственно, вот таким вот способом Дольше Но зато удобно, допустим, полировать Вот какие-то поверхности в кокпите И, ну, вот что-то такое Поэтому технология я вам рассказал Вот такая Давайте посмотрим, что получится И я вам дам в конце ценник Сколько получается И какая стоимость полировки лодки С своими материалами И заодно на работе подрядчиков Если вы нанимаете подрядчика На Сан-Винценте Сначала с лодки отмывают Все оксиды, окиси, железа И кучу грязь, которая на лодке остается Такс Лодочку начинают постепенно Приводить в порядок Отмывают кислотой все борта Перед полировкой Вот видно Она уже стала блестящая Самая сложная часть в этой лодке Это была вот эта часть Потому что в ней Я вам сейчас покажу с другой стороны Но рыжая отмывается кислотой А то, что черная Сейчас вот я покажу Вот здесь вот хорошо видно Вот это вообще ничем не отмывается Но Мелкой наждачкой Он убрал Вот это все Ну что, продолжаем процесс полировки лодки Этот борт Практически готов Не считая Это сейчас приведут в порядок А на другую сторону Уже это сделали И начали накладывать фасткат Это самый первый слой Это неделя работы И вот транец какой блестящий Такая как конфета Просто мне очень нравится Вот друзья Подошел к концу Очередной выпуск Очередной технический выпуск Я сижу на лодке Которую вот я Внутри полировал самостоятельно Снаружи ее полировал человек Из блатьяда Проверьте Поставили ли вы лайк Подписаны ли вы на канал И до встречи В море Пока Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»